Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И для наших уважаемых психологов, медицинских психологов, детских психологов прежде всего, есть у нас раздел 4.1.3. Называется он детская психодиагностика. Раздел у нас существует очень давно, пользуется популярностью. Но еще раз хочу подчеркнуть, сосредоточить на него внимание, ваши уважаемые коллеги. Здесь представлены буквально все самые значимые, самые веские методики патопсихологической диагностики детей самых разных возрастов. Можно зайти и почитать по каждой методике. Почему еще раз записываю видео по этому разделу? Потому что в ближайшее время планируется расширение этого раздела. Появятся у нас логопедические методики, опять же появятся некоторые патопсихологические методики, новые. Сейчас на данный момент их всего 26 таких методик. Я думаю, что в ближайшее время этот раздел пополнится, расширится. Мои коллеги, подчиненные, сотрудники активно сейчас этим занимаются, развивают и так далее. То есть готовится большое обновление этого самого раздела. Так что следите за состоянием сайта, новостей сайта. Можно отписываться в группе Facebook, ВКонтакте, как вам будет удобно. Можно написать мне на WhatsApp, на Viber, как угодно позвонить и так далее. Если у вас вдруг возникают какие-то вопросы. Вот такое вот обновление в ближайшее время. Может в течение недели-двух у нас появится обновление на сайте по именно данному разделу, посвященному диагностике детей детского возраста. Причем самые разные их дифференциации. От 3 до 4-5 лет, от 5 до 6-7 лет, от 7 до 8 лет. Ну и так далее. Каждая методика очень конкретна и предметна. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!